Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи Екатерина Вишнева. Торгуем металлами. Екатерина, добрый день! Всем здравствуйте! Приветствуем! Что интересного на рынке металлов? Золото, серебро? Оно интересно ходит. И я смотрю, что очень многие последние дни активно им торгуют. Так, сейчас я открою демонстрацию экрана. Да, видим экран хорошо. Так, посмотрим. Сейчас у нас серебро-часовой график. Ну, сейчас у нас такой канал сформировался. Здесь уровень 17.40. И вот сейчас 16.90. Так вот смотримся сегодня за вот этим каналом, вот этими уровнями. Если мы выйдем вниз из этого канала, ну, я вообще жду тогда цену где-то... Первая остановка это 16.50 будет у нас где-то. Вот. И оттуда можно уже посмотреть и попробовать в лонг остановить. От 16.50. Ну, коррекцию какую-то словить. Вот. Если же мы не пойдем выше 17.40, тогда я буду ждать цену. Думаю, мы скорректируемся где-то до 18.00. 17.80, 18.00, я думаю, мы сходим. Вот. Это что касается серебра. Ну, пока я наблюдаю, пока я не вхожу в позиции, потому что, ну, неопределенность такая сейчас на рынке. Вот. Ну, смотрим за этими уровнями. Смотрим, если выше 17.40 закрепимся, тогда уже пробуем становиться, отрабатывать движение до уровня 18.00. Вот. Если же закрепляемся вниз, тогда мы сходим к 16.50, возможно, даже и ниже. Вот. Это что касается серебра по золоту. Катерина, давайте вернемся к серебру. Я смотрю, что вы психологически, внутренне настроены на рост. Вы даже, когда наверх пробьет, вы будете брать наверх. А если пробьет вниз, вы все равно будете искать точку входа наверх. То есть вниз вы даже не предусматриваете для себя возможности прохода падения. Ну, я вообще, я как бы не думала, что мы так сходим сейчас вниз. Я думала, все-таки будет рост. Ну, раз уж мы ушли вниз, конечно, здесь нужно быть очень осторожным и смотреть уже тогда. Да, кто-то заходит, работает в шорт. Ну, я не работаю в шорт, я работаю больше в лонг. Поэтому я ищу точки входа на лонг. Вот. Понятно. Поняли вас хорошо. У меня были сделки в понедельник. Сейчас я покажу вам. По серебру, да? Да, по серебру. Давайте посмотрим, пока мы на серебре. Да, давайте сделки посмотрим. Да, видим хорошо, ага. Так, это в понедельник у меня было... Тут две было сделки на шорт. Ну, это были маленькие сделки, небольшие совсем. Две на шорт было, и одна у меня была на лонг. Вот, это было в понедельник. И вчера где-то тоже три сделочки. Тоже две на шорт было, и одна на лонг была. Ну, вот так я внутри дня работала. У меня было такие маленькие движения. Импульсы хватало, и все. Пока работали вот так. И, Екатерина, из вчерашних сделок сколько было плюсовых из трех? Три плюсовые. У меня были две на шорт и одна на лонг. Были три плюсовые. Они были совсем очень быстрые такие сделки на импульсе. Поэтому они были плюсовые. Вот. Так же и в понедельник. Так. То есть у вас вся неделя плюсовая получается. Ну вот, пока началось, да. Пока плюсовая. Так держать. Да. Так. Ну, это вот что касается серебра. По золоту сейчас тоже неопределенность у нас. У нас есть вот такой канал сейчас за два, за три дня, можно сказать, сформировался. Это уровни 1,220 где-то. Вот. И 1,244. Смотрим вот эти уровни, куда выходит цена. Выходит вверх, тогда работаем вверх. Смотрим. Можем сходить на 1250, может 1275 сходим. Если вверх, выйдем из канала. Вот. Если же вниз, тогда уровень 1206 есть такой. Вот. Если пробиваем 1206, тогда можем и на 1182 где-то сходить, я думаю. По золоту. Угу. Угу. Ну, пока таких идей нету, как бы. Я же говорю, неопределенность такая. Поэтому я пока наблюдаю в позиции такой наблюдательной. Ну, три дня можно пока в этих каналах поработать. От нижней границы брать и от верхней вниз. Ну, вот так вот работать. И смотреть, конечно же, аккуратно здесь нужно. Куда все-таки ждать и смотреть, куда выйдет цена. И туда уже становиться и работать. Угу. По золоту у вас такой же подход? Ага. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Ага. Так. Становим. Ага. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы Екатерины. Первый вопрос от меня. Екатерина, по золоту у вас такой же подход? Если вниз, то будете все равно искать точку входа на лоб. Как по середине. Ну, я сейчас по золоту особо не вхожу. Там не очень-то мне нравится, как оно летает. Так прям. И серебро летает. Ну, я как-то привыкла к серебру. Мне больше нравится. Ну, да. Это же серебро повторяют за золотом. Поэтому движения одинаковые у них. Если же золото идет вниз, то и серебро, конечно, пойдет. Если вот, вы заметьте, когда золото идет вверх, серебро очень, еще вдвойне идет вверх. Если же мы идем вниз, тогда серебро вдвойне идет вниз. Поэтому, если ловить движение, то лучше по серебру. Оно больше так стреляет и можно больше заработать. Я понял вас. То есть оно более легкое, скажем, по сравнению с золотом. И тренд поддерживает более активно. Да, да. Правильно все понимаете. Хорошо, хорошо. Спасибо. Екатерина, а вот по золоту, вы говорите, меньше работаете. Я так понял, на этой неделе все сделки были по серебру. Да, только по серебру. В связи с чем? Вот я хочу уточнить. В связи с чем все-таки по золоту нет сделок? Как вы сами оцениваете? Ну, почему нет? Потому что я как бы немножко и занята сейчас. У меня напряженность такая немножко в семейных, так скажем, делах. И поэтому работаю пока по одному инструменту. Так, беру какие-то небольшие движения. Рынок непонятен немножко сейчас. Поэтому я считаю, когда что-то не понимаешь, то лучше не лезть. Либо с одним уже тогда инструментом работать, более тебе понятным. Либо вообще тогда не лезть в рынок. Понял. То есть серебро ваш выбор как более понятный инструмент, если выбирать из двух. Золото-серебро. Да. Да. Понятно, понял вас. Как вообще оцениваете текущую ситуацию на рынке? Будет расти волатильность или вот как сейчас на этом уровне будет держаться? Чего ждете от конца ноября? Вообще, конечно, хотелось бы роста, серебра и золота. Но я думаю, может, все-таки мы, надеюсь, не сходим особо вниз. Может, в ноябре будем все-таки болтаться вот на этих сейчас уровнях. Не ниже там, скажем так, не ниже 16,50. Вот. Возможно, в пределах в этих 16,50, 18 в пределах вот этих диапазонов мы по серебру будем находиться. Так же и по золоту уровень 1206 и 1275 вот этот диапазон. Я думаю, скорее всего, будем сейчас находиться вот в этих диапазонах. Ну, то есть какого-то резкого… Вы надеетесь на какое-то резкое движение, но пока вот конкретно его не ожидаете, скажем так? Во-первых, да, технически никаких сигналов нет, нету таких свечей на дневных графиках, чтобы можно было уже что-то сказать. По технике нету пока никаких сигналов, поэтому сейчас вот такая неопределенность. Будут какие-то сигналы, свечные модели такие уже мне понятны, тогда уже я смогу точно сказать. А пока нету этих сигналов, нету свечных моделей, лучше немножко подождать, вот, не рисковать. Угу, ясненько. Поняли вас, Екатерина? Спасибо вам большое за ответ. И Роман задает вопрос. А по золоту 1200 пробьем при каком условии? При каком условии? Ну, я не знаю, нужно смотреть, как сейчас же доллар растет у нас, укрепляется, вот. Поэтому здесь уже нужно смотреть, как будет себя валюта, вот этот доллар вести. Если будем так хорошо идти вверх, тогда золото может вниз хорошо пробить, вот. Понятно. А вот Роман уточняет, фундаментал используете или только теханализ? Ну, в данном случае, я так понимаю... Ну, сейчас фундаментальные факторы больше все-таки влияют на металлы, поэтому смотрим. И за фундаменталом смотрим, ну и, конечно же, по технике. Два вместе этих фактора совмещаем и работаем. Да, да я считаю, что у нас тут все универсальные бойцы. Такого, чтобы, знаете, человек выступал, что только теханализ, никакого фундаментала. Ну, бывают выступления, но на самом деле они не совсем. Все равно все-все слушают, все-все читают. И крайние фундаменталисты все на график смотрят. То есть все равно используют технический анализ. То есть тут, как бы, я считаю, что мы все уже давно стали универсальными бойцами. И тут даже бесполезно разбираться. Ну, конечно. Если мы работаем внутри дня, то, естественно, мы смотрим и фундаментальные факторы, ну и технику. Конечно, тот, кто работает на долгосрок, тогда да. Тогда им, как бы, фундаментальные факторы не очень-то играют роль, скажем так. А так как мы внутри дня работаем, тогда да, тут нужно учитывать все факторы. Согласен, согласен с вами. Спасибо большое, Екатерина, за ваш обзор ответа на вопросы. Вам хорошего дня и удачи на рынке. Спасибо большое. Вам тоже всем хорошего дня. До свидания. Спасибо. До свидания.